338 день войны опубликована вот последняя статистика это количество жертв беженцев погибших военных погибших гражданских расскажу об этом чуть позже иран как выяснилось ведет с израилем активную морскую войну прям в духе того что вели американцы с японцами на тихом океане во время второй мировой в израиле об этом буквально ни сном ни духом все это по всей видимости происходит в воспаленном воображении командование корпуса стражи исламской революции американское предложение по сделке по освобождению заложников так во всяком случае утверждает вашингтон пост судя по всему провалилась потому что позиция хамаса опять изменилась и вот тут с этим очень сочетается публикация в немецком бильде о том как синвар инструктирует своих переговорщиков вести переговоры почему они собственно раз за разом проваливаются как давление на израиль не может привести ни к какому вообще результату потому что проблема не в израиле проблема в хамасе но об этом мы тоже чуть позже поговорим и израильская армия продолжает свою новую тактику а именно разрушение ракетного арсенала хизбаллы теперь с истребления командиров переключились на истребление ракет и там есть определенные результаты и такие надо сказать вполне себе обнадеживающие всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале сейчас я вот об этих новостях и не только вам расскажу в очередной сводке не забудьте ее пожалуйста поддержать лайкните подпишитесь на канал если еще не подписаны оставьте комментарии включить уведомления все это очень помогает распространять эти видео говорит поисковым алгоритмам youtube а что видео интересно и можно предлагать его большему количеству людей кроме того можно помочь финансово это тоже важно нужно и полезно кнопка супер спасибо такое сердечко с долларов или надпись супер фэнкс две платформы бусти и patreon ссылки на них находятся в описании и можно стать спонсором канала на ю тубе все это еще раз говорю очень помогает и огромное спасибо всем кто это делает и так на триста тридцать восьмой день войны институт национальной безопасности институт изучения национальной безопасности а нсс израильский опубликовал статистику вот 11 месяцев войны начиная с 7 октября за 11 месяцев погибли 1664 израильтянина в том числе 706 военнослужащих армии обороны израиля понятно что вот из этих 1664 минус 706 это военные из гражданских абсолютное большинство погибло седьмого октября ну седьмого и восьмого скажем так вот в эти числа военные там примерно пополам поделились потери то что погибли седьмого октября и те что погибли во время боевых действий в секторе газа 101 заложник и живые и мертвые по же нему находится в плену в газе и 143 тысячи израильтян стали беженцами внутри своей собственной стране страны внутренне перемещенными лицами то есть они были эвакуированы из своих домов как севера так и с юга из-за вот постоянных обстрелов сейчас по всей видимости судя потому что большая часть беженцев на юге кроме вот этих кибуцев разрушенных во время атаки 7 октября там это город с дырот это ашкелон вот оттуда беженцы они сейчас возвращаются или вернулись свои дома то сейчас абсолютное большинство беженцев я так понимаю они с севера страны потому что там продолжаются боевые действия продолжаются очень сильные обстрелы вот накануне был обстрелян город сфат это довольно далеко от границы кстати ну а о севере мы поговорим чуть позже в общем вот статистика выглядит примерно следующим образом и 20 тысяч примерно ракеты дронов были запущены по израильской территории как на севере так и на юге за 11 месяцев войны то есть порядка двух тысяч в месяц запусков там различных самых когда больше когда меньше были перерывы там некоторые там во время ноябрьской сделки прошлого года когда вернули часть заложников там был примерно восьмидневный перерыв не было обстрелов ни на севере ни на юге но в целом статистика печальная и выглядит вот таким образом вашингтон пост написал о том что американский план судя по всему вот окончательного там урегулирования очередной американский план окончательного урегулирования представлен не будет потому что там все уперлось в позицию хамаса хамас там поменял опять в очередной раз свою позицию если раньше они согласились что террористы с кровью на руках кто находится в израильских тюрьмах приговоренный к пожизненному заключению будут отпущены за возвращение похищенных солдат то теперь они требуют их возвратить за возвращение похищенных гражданских то есть они вот как бы ужесточили свои условия в каком-то смысле все это дело значит там по-прежнему обсуждается между посредниками там американцами катарцами египтянами там до израиля это все тоже доводят но в целом судя по всему хамас по-прежнему тянется сделкой по-прежнему не как бы не идет на эту сделку и вот в свете всего этого вдруг появляется документ который публикует немецкое издание бильд документ этот как они сказали был получен из каких-то там источников я подозреваю что наша разведка слила немцам этот документ потому что вот так его получить за здорово живешь я не знаю какие нужно иметь источники и в каких таких разведках судя по всему документ этот был обнаружен в апреле этого года в газе во время там осмотра и захвата очередного туннеля там был найден компьютер вот в компьютере нашли этот документ это инструкция буквально пошаговая инструкция которую синвар дал дает ну написал для переговорщика для переговорной группы хамаса вот которая ведет переговоры через посредников об освобождении заложников об обмене как они говорят об обмене пленными так вот из этого документа сделаны ну после того как его опубликовали можно сделать три основных вывода первый вывод хамас не заинтересован в прекращении войны второй обменная сделка нужна хамасу лишь как способ манипуляции с целью достижения своих задач то есть это ровно то о чем я тут вот распинаюсь уже примерно полгода и говорю что хамасу сделка не нужна хамасу сделка нужна как способ давления да то есть попытка ее достичь нужна попытка достичь ее как воздействие на израильское общество психологическое там на семьи заложников там на общество в целом и так далее но как таковая как свершившийся факт сделка ему не нужна и третий вывод стратегия хамаса полностью себя оправдывает как на внешней так и на внутри израильской арене и позволяет понять почему сделки нет несмотря на все усилия вот это ровно то опять же о чем я говорю что хамас манипулирует израильским обществом хамас ведет тяжелую психологическую войну и таким образом добивается своего то есть не дает закончить израилю войну усиливает международное давление и таким образом добивается своих целей так вот директивы синвара по поводу переговоров с израилем переговоры ведутся еще раз напоминаю через посредников сводятся к следующим общая стратегия нужно затягивать переговоры с тем чтобы сохранить способность наших вооруженных сил но это все как бы от лица хамаса говорится действовать против израиля против нашего врага общая цель истощение политического и военного руководства врага усиление международного давления возвращение патриотов но это террористов из тюрем понятно что возвращение патриотов террористов из тюрем это абсолютный такой вот гарнир это вообще ни о чем сколько их там вернется кто из них вернется это их не сильно волнует хамас заинтересован только в одном сохранить живых свое руководство в газе имеется ввиду это символ братья синвар дефа там уже нет все деф ликвидировал и сохранить свою власть в секторе газа вот его цели на самом деле сколько там кого освободят из израильских тюрем это вопрос такой как бы обсуждаем факт что затягивание переговоров ведет к увеличению разрушений и жертв в секторе газа среди гражданского населения рассматривается главарями террористов как положительный потому что усиливает внешнее давление на израиль тоже ровно то о чем мы говорили чем больше жертв в газе тем для них лучше чем дольше длится война тем больше жертв тем для них лучше это тот самый налог на войну про который я рассказывал в одном из предыдущих видео как было сказано на совещании хамаса и исламского джихада ну как бы лес рубят щепки летят важный способ достижения поставленных задач как говорится в этом документе оказание психологического давления на семьи заложников с тем чтобы цитата посеять нестабильность в израиле усилить внутри политическое давление на правительство врага раскол в обществе до вбрасываем видео с заложниками потом говорим что они погибли или действительно оказывается что они погибли и вот они вот сидят живые вот они погибшие вот их доставили в израиль все это сильнейшим образом воздействует на израильское общество где высока ценность человеческой жизни это у них человеческая жизнь не стоит ничего вообще мусор там люди а у нас люди это ценность и поэтому они это активно используют в общем тоже ничего нового рекомендуется вот следующий пункт буквально публикация видео с заложниками это психологическая пытка должна довести родственников заложников до такого отчаяния чтобы они были готовы пойти на все ради освобождения своих близких даже если это означает идти против собственного правительства тут даже комментировать особо нечем переговорщики должны делать вид говорит синвар что готовы на сделку но при условии что и дальше вот нужно выставлять различные условия которые трудно выполнимы там вывод войск израильских войск из коридора филадельфия там вот туда арабских контингентов каких-то каких непонятных и так далее то есть нужно городить условия одно на другое но при этом делать вид что ты согласен на сделку просто противоположная сторона как бы не соглашается и поэтому израиль всегда выставляется стороной торпедирующей сделку и поэтому как бы во всем виноват израиль вот такая у них стратегия все в общем вполне себе логично с их точки зрения выглядит мобилизация международных сми оккупация страдания палестинского народа и вот все такое прочее и все время как бы вбрасываются вот такие постулаты вроде сделка провалилась из-за упрямства израиль израиль заинтересован в увековечивании конфликта хамас не может нести ответственность за права соглашения подтверждающие данные вот всякие вот такие вот как бы словосочетания серьезные да которые ничего не значит абсолютно но звучат круто и все это фокусируется на том что сделку провалил израиль не таньягу там не знаю галланд правые и левые в общем все кругом виноваты кроме хамаса хамас готов идти на сделку готов значит вот отдать заложников но упрямый израиль значит не соглашается вот так примерно этот документ выглядит как он попал билду это еще раз говорю большой вопрос я более чем уверен что его туда этот документ передала наша разведка билд вообще бездание весьма уважаемая билд не будет вот так вот от фонаря публиковать какое-то фуфло и фейки они наверняка это дело попытались проверить каким-то образом но в целом все это выглядит ровно так как оно происходит ничего нового я тут не обнаружил все действительно выглядит так вот и переговорная группа хамаса как мы видим действует в полном соответствии с этой вот стратегии затягивание переговоров истощение политического и на руководство там пятое десятое воздействие на общество все вот один в один буквально так и выглядит поэтому этот документ это правильно очень сделали что его слили немцам что его опубликовали и так далее но тут выяснилось во всяком случае у нас писали накануне в некоторых медиа что этот документ был обнаружен в апреле то есть пять месяцев назад военная разведка не передала его как пишут еще раз повторяю некоторые израильские медиа не передала его ни в генштаб ни в правительство там никуда буквально буквально видимо сочли его каким-то там неважным незначительным и так далее если это подтвердится еще раз повторяю пока вот и об этом пишут медиа да израильские но если это подтвердится то начальство военной разведки нужно подвесить вот за одно место буквально не считая того факта же не провалили полностью да 7 октября вообще всю эту историю тут им в руки попал документ вообще просто имеющий эффект атомной бомбы буквально вот пожалуй с этим документом нужно было бежать сразу в белый дом показывать его американцам говорить вот смотрите это они торпедируют сделку и так далее публиковать это где только возможно они это дело значит положили куда-то в долгий ящик я не знаю какова была его дальше судьба возможно кто-то из офицеров разведки как я вот вам рассказывал да про того знаменитого алифа который там бил во все колокола и пытался предотвратить катастрофу 7 октября в одном из видео так вот возможно кто-то обратил на это внимание и документ этот передал я не знаю опять же сейчас чуть позже это выяснится опять же будет когда государственная комиссия надеюсь что она будет так вот на этой комиссии станет понятно и выяснится был этот документ не был где его взяли и сколько он лежал в столе вот арон халифа начальник военной разведки должен сидеть на скамье подсудимых вот так я считаю он один из тех кто несет прямую ответственность за провал 7 октября иран то как выяснилось ведет с израилем активную морскую войну вот буквально вот война на тихом океане это был то я вот когда-то увлекался военной историей изучал период второй мировой войны как раз вот войну на тихом океане как американцы там рубились с японцами на этих островах и безбрежных просторах так вот значит командующий корпусом стражи исламской революции генерал-лейтенант салами заявил что израиль без конца атаковал иранские танкеры при том что не было таких сообщений даже да не было а он написал что 14 иранских танкеров подверглись нападениям сионистов нигде это не сообщалось вообще не было таких сообщений сейчас ничего невозможно скрыть и дальше агентство то с ним это агентство корпуса стражи исламской революции с ним ассоциированная цитирует 14 судов атакованы в красном и средиземном морях чтобы воспрепятствовать экспорту нашей нефти говорит генерал салами мы выяснили что за этим стоит сианистский режим и захватили или подбили 12 израильских кораблей но просто вот побоище в духе сражение за атолмедуэй примерно вот то или битвы в коралловом море но нифига себе 26 кораблей атакованы с обеих сторон там подбиты захвачены можете себе представить что такое вообще но ничего такого не происходило еще раз повторяю у израиль и нет своего флота вообще торгового по сути дела да они не ходят под израильскими флагами корабли я уже миллион раз про это говорил что морской фраг такая сложная штука и никто там ничего не захватывал ну не считая вот этих бесчинств которые ведут хуситы в красном море там нет израильских кораблей когда ну дальше вот салами продолжает просто уже вообще когда мы атаковали 5 израильский корабль они в знак капитуляции подняли руки и согласились прекратить военно-морское противостояние добавил генерал руки но это невозможно вообще все читать это просто как это вот как будто таблетки чек забыл принять утром ей богу вы понимаете причем значит они 12 кораблей подбили но после пятого мы подняли руки в общем у них там концы с концами не сходятся совершенно но это бог с ним они еще до кучи победили и британцев соединенными штатами значит британцы захватили наш корабль в гибралтаре а мы взамен захватили их судно вынудив их сдаться они захватили два наших корабля в греции мы в ответ захватили два британских и они в конечном итоге сдались ни хера непонятно после какого раза они сдались то ли после первого в гибралтаре то ли после греции но британцы сдались все правит британия значит позор и все такое американцы ну сейчас самое интересное вот прям самое американцы угрожали захватить два наших нефтяных танкер это я всю цитирую генерала салами направлявших в венесуэлу я вместе с командующим в мс ксир генералом танксире разработал операцию по захвату американского танкера и объявил об этом по радио когда американцы это услышали наши танкеры благополучно прибыли но это просто какой-то анекдот в общем короче говоря генерал коношенков который там вот ну вам всем хорошо известен я полагаю да он просто вообще бледная тень генерала салами который вот несет какую-то несусветную околесицу на самом деле единственный случай вот из тех что я вот нашел это 13 апреля был захвачена судно ариес в армузском проливе вот и это судно ну как в общем сообщили эти иранцы оно было связано с израилем и задерживано из-за нарушения им морского права значит контейнеровоз этот ходил под флагом португалии находился во фрахте у греческой компании а принадлежал лондонской компании часть этой акции лондонской компании принадлежит и ялю офферу это такой израильский бизнесмен у которого есть по моему еще и британское гражданство может и еще какие-то гражданство короче говоря через три ноги вот и два колена каким-то образом значит израильский бизнесмен владел там как вот такой вот частью этого судна и то значит через там кучу прокладок и офшоров и так или иначе вот так вот если потыкать в любой корабль в мире то найдешь какую-то связь с израилем да может быть капитан этого судна в детстве дружил с мало с мальчиком евреем в школе например да и даже был у него на бармице например ну тут чем не связь израиль и так далее в общем короче говоря иранцы несут какую-то несу светную околесицу на самом деле они конечно сильно побаиваются ответного удара израиля у нас сегодня кстати вот важный момент после обеда выложим интервью с Мишей Бородкиным вот иранист который вам уже знаком был у нас с ним интервью так вот Миша там рассказывает почему до сих пор не состоялась иранская месть да они боятся и вот потому что они боятся и они вынуждены врать и городить всю вот эту чушь что они там подбили 12 кораблей американцев там раком поставили значит британцев победили все сдались там и так далее и тому подобное потому что над ними уже откровенно смеется весь ближний восток вот это важный момент ну и про север конечно скажем там боевые действия продолжаются израиль перешел к новой относительно новой тактики после вот этой превентивной атаки 25 августа когда удалось уничтожить большое количество ракет готовых к пуску по израилю когда хизбалла пыталась отомстить за ликвидацию фуада шукра вот израиль перешел к такому методичному выбиванию ракетных арсеналов хизбаллы и буквально вот получается с позавчера на вчера была атака когда были атакованы в районе это на юге ливана на побережье в районе фаруна вот в таком районе были атакованы склады и пусковые установки тоже готовые к запуску и там очень мощные были вторичные детонации очень мощные взрывы и так далее хизбалла в ответ обстреляла север тоже довольно массированно вот обстрелян был вчера цфат но там большую часть ракет удалось перехватить так вот что сообщает нам газета израиля йом в частности со ссылкой там на источники в израильской разведке за вот эти 11 месяцев израилю удалось уничтожить 20 процентов арсенала ракет малой дальности до 40 до 40 50 километров дальностью ракет хизбаллы так вот самое главное что уничтожено порядка семи тысяч пусковых установок пусковые установки это конечно там не ракетная установка там как вот типа не знаю ракета искандер запускается машина там пусковая да там транспортно заряжающая нет это все направляющие там даже из бетона не делают но тем не менее пусковые тоже важны и вот пусковых уничтожили уже несколько тысяч и порядка 40 тысяч ракет было у хизбаллы перед 25 августа 40 тысяч ракет ближнего радиуса действия вот и из них соответственно 20 процентов уничтожены вообще как пишут вот в частности в различных отчетах это сообщает институт национальной безопасности и центральма и там и различные другие источники что реально хизбалла отвела часть своих сил особенно вот эти элитные части радуан за реку летань потому что беспрерывное вот это воздействие которое израильская армия на них оказывала но привело к тому что они туда их отвели на всякий случай свои части это ни о чем не говорит вернуться всегда можно довольно быстро там не так не такое уж большое расстояние максимум там 30 километров от границы но тем не менее то есть потери у хизбаллы есть и материальные и человеческие довольно серьезные поэтому они вынуждены эти вещи учитывать другое дело что нам от этого как-то там не сильно жарко или холодно север эвакуирован север разрушен и поэтому севером нужно что-то решать но пока все упирается в сделку по освобождению заложников короче говоря пока вот по-прежнему нет четкой определенности где мы заканчиваем газе начинаем на севере или там начинаем на севере не закончим в газе в общем пока не очень понятно война затягивается это тоже очевидно и то что скоро будем говорить о годе о годовщине первой этой войны это уже тоже в общем совершенно однозначно собственно вот остался месяц до того момента как пройдет год с момента начала войны с момента начала операции железные мечи с момента атаки хамаса 7 октября но будем об этом говорить забегать вперед пока не будем спасибо что смотрите мои видео после обеда интервью с мишей бородкиным не пропустите тоже для этого включайте уведомления и увидимся в ближайшее время всем пока